МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии АТК от Магомедова и коротко о главных событиях. Определять судьбу молодежи в республике вверена Уму Пазиль Амаровой. Коллективу Министерства образования и науки Дагестана представили нового руководителя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оказать поддержку тяжелобольным и нуждающимся. Телеканал ННТ и фонд Инсан продолжают марафон помощи. ЗЛАТО ПОХИТИТЕЛИ Молодые дагестанцы завершили серию краж в частных домах Кунтеркалинского района. В Национальной библиотеке Махачкалы прошло расширенное совещание по подведению итогов деятельности дагестанской таможни за 2017 год. Как отметили на совещании, за истекший год увеличилось количество партий товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом через пункты пропуска, расположенные в Дагестане. На совещании принял участие и глава республики Владимир Васильев с подробностями Абдулла Алиев. С начала 2017 года дагестанская таможня перечислила в бюджет около 5 миллиардов рублей. Увеличилось число партий товаров, перемещаемых автомобильным или железнодорожным транспортом. Удалось достичь положительной динамики в сокращении сроков таможенных операций. Объем товарооборота составляет более 647 миллионов долларов США. Правоохранительными подразделениями таможни и должностными лицами возбуждено более 2000 дел об административных правонарушениях, 11 уголовных дел. Общая стоимость предметов, которые являются объектами преступления, составляет по уголовным делам 34 миллиона рублей. По делам об административных правонарушениях, 130 миллионов рублей. Задачи на 2018 год – это сокращение времени таможенных операций и совершенствование работы пунктов. Говорили о том, что достигнуты более высокие результаты таможенных технологий пропуска, способствующих развитию внешнеэкономической деятельности. Основными задачами остаются пополнение федерального бюджета, переход к новым технологиям таможенного оформления, которое позволит достичь скорости таможенного оформления, таможенного контроля в интересах граждан, пересекающих границу Российской Федерации. В Рио главы Дагестана Владимир Васильев в своем выступлении отметил важное значение работы таможни, указав при этом на необходимость повышения оперативности действий и налаживания сотрудничества с субъектами внешнеэкономической деятельности. Васильев дал понять, что работа ведомства и руководства таможни будет оцениваться по результатам. Я надеюсь, что сегодняшнее совещание будет как раз таким еще одним поводом, а кстати говоря, для этого и все основания, потому что я вот слушаю внимательно все выступления, очень предметно, содержательно. Вы хорошо все понимаете, вы профессионалы, вы видите, как можно работать. Очевидно, понятно, что вы можете сделать больше. Ваша работа будет оцениваться. Уважаемые коллеги. И руководители будут оцениваться по результатам. Поэтому, чтобы потом как-то люди не обижались, потому что мы сейчас несколько смены проводим, но это наши республиканские виды. Но, кстати говоря, у нас тоже происходит смена, скоро предоставит нам прокурор нового. Сейчас идет активная работа по судьбам. В завершении мероприятия прошло награждение, особо отличившееся по итогам года должностных лиц дагестанской таможни. Сегодня временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Абду Самад Гамидов представил коллективу Министерства образования и науки республики нового руководителя Умпазиль Амарову, ранее занимавшую должность уполномоченного по правам человека Дагестана. Обращаясь к коллективу Министерства образования и науки Дагестана, он обозначил основные направления, на которые следует обратить особое и первоочередное внимание в деятельности ведомством под новым руководством. Это прежде всего заработная плата учителей, она должна соответствовать усилиям, предлагаемым педагогами в деле образования и воспитания детей. Среди важных направлений работы Министерства были названы подготовка и переподготовка педагогических кадров, качественная и своевременная организация летнего отдыха детей, ликвидация трехсменного обучения и создание комфортных условий для школьников. Абду Самад Гамидов пожелал успешной работы новому руководителю образовательного ведомства. В аэропорту Махачкалы начали формировать кадровый резерв для нового терминала международных авиалиний. В штат попадут энергичные, целеустремленные, готовые к обучению молодые люди и девушки со знанием иностранных языков. Как сообщили в аэропорту, обязательно знание английского языка также приветствуется владение турецким и арабскими языками. Люди, прошедшие отбор в кадровый резерв международного аэропорта, перед приемом на работу пройдут обязательное обучение. Напомним, строительство международного терминала в аэропорту Махачкалы началось два года назад, в феврале 2016 года. Новый терминал общей площадью более 8 тысяч квадратных метров с пропускной способностью 190 пассажиров в час планируют открыть в конце 2018 года. Двое молодых дагестанцев в прошлом году неоднократно совершали кражу в частных домах Навалакского района. Добычей преступников, как правило, становились ювелирные украшения и крупной суммы денег. Проникать в жилые помещения ворам удавалось взламывая окна. В начале июля 2017 года Гарун Зайнудинов по предварительному сговору с Шамилем Гибековым решили совершить кражу. Объектом преступления стал дом в селе Навакули. Зайнудинов и Гибеков перелезли через забор. С помощью молотка взломали окно и проникли в жилое помещение. Тогда нажива составила всего 8 тысяч рублей. Аналогичное преступление злоумышленники совершили в том же селе, но уже в августе. Теперь окно им удалось открыть с помощью отвертки. На этот раз куш был значительный – 100 тысяч рублей, золотые и серебряные изделия на сумму 210 тысяч рублей, а также кинжал стоимостью 5 тысяч рублей. На следующий день преступники продали похищенное. Установлено, что в поселке Навакули, Гибеков и Зайнудинов похитили золотые украшения на сумму 269 тысяч рублей. Совместно с Зайнудином Гаруном Сергеевичем Гибековым Шамленом Казбековичем в начале июня 2017 года они проникли в жилище, взломав створку окна, проникли в жилище и совершили кражу золотых изделий. Далее, в последующем они были совершили кражу в августе месяце, в октябре и в ноябре месяце. Аналогичным способом. В том же селе и таким же способом с использованием автомашины ВАЗ-21014. Молодые люди свою вину полностью признали, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Телеканал ННТ и фонд Инсан продолжают совместную акцию помощи остронуждающимся и тяжелобольным. Чтобы принять участие, достаточно отправить смс на номер 3116, написав латинскими буквами слово «вера» и указав сумму, которую вы хотите перечислить. Благодаря вашей поддержке, дорогие телезрители, в семьях из разных уголков Дагестана, слезы горя смогут смениться слезами радости. Сегодня наш рассказ о маленьком мальчике, страдающем острым лимфобластным лейкозом. Не больно же? Больно. Вам сильно больно? Он спрашивает, больно ли будет? А на самом деле ему уже не страшны ни иглы, ни люди в белых халатах. Веселый и игривый мальчик больше года назад стал вдруг серьезным, не по годам. Он редко улыбается. В его грустных глазах запечатлен нелегкий путь борьбы, борьбы за жизнь. В ноябре 2016 года Юсупу Магомедову поставили страшный диагноз. Внезапное начало болезни, быстрое прогрессирование симптомов, серьезные осложнения. Родители обратились за помощью к врачам. Диагноз у него острый лимфобластный лейкоз. Это наиболее часто распространенная опухоль в детском возрасте. В народе ее называют еще иногда рак крови. Ребенок поступил к нам в крайне тяжелом состоянии в прошлом году. Своевременный курс химиотерапии и профессионализм специалистов позволили вывести болезнь в стадию ослабления симптомов. Самочувствие Юсупа улучшилось. Однако лечение необходимо продолжать еще более полутора лет. Противоопухолевые медикаменты позволят заявить о полной ремиссии. Есть такой препарат, поринитол называется. Сейчас надо помочь малышу любыми путями препарат именно немецкого производства, для того, чтобы ребенок мог закончить протокол химиотерапии. Поэтому я надеюсь очередной раз люди, добрые меценаты помогут этому малышу. Мама поправляет сыну защитную маску, словно стараясь оградить от всего плохого в этом мире. Сестренка отвлекает его от болезней играми. Обе верят в исцеление Юсупа. А мы верим в то, что все вместе сможем помочь собрать этой семье 200 тысяч рублей на необходимые препараты. Лорианна Шамхалаева, Камиль Магаев, телеканал ННТ Махачкала. Ну а далее краткий обзор событий от Лорианы Шамхалаевой. Журналистам СМИ иностранных агентов запретили вход в парламент Дагестана. 85 депутатов из 87 участвовавших проголосовали за принятие документа. Иноагентами признаются СМИ, если они финансируются из-за рубежа или если не зарегистрированы в нашей республике. Дагестан в 2018 году получит дополнительные средства из федерального бюджета на увеличение зарплат. Дотация составила более 1 миллиарда рублей. Средства пойдут на частичную компенсацию расходов и на повышение оплаты работников бюджетной сферы. В минувшем году среднемесячная заработная плата в республике составляла 21 тысячу рублей. Сотрудники отдела примирения Муфтията выехали в Чеченскую республику для встречи со сторонами, пострадавшими в ДТП в Тарумовском районе. В аварии, которая произошла несколько дней назад, погибли четверо уроженцев Дагестана и жители Чечни. Делегации обеих сторон пришли к примирению. Конфликт улажен. Вертолет Дагестанского центра медицины «Катастроф» вывез из горного села Центинского района беременную женщину, девушку, пострадавшую в ДТП, и ребенка с поражением центральной нервной системы. Пассажиров сопровождали анестезиолог-реаниматолог и акушер-гинеколог. Сейчас пациенты получают всю необходимую медпомощь. В Кизляре вандалы осквернили памятник жертвам теракта. К слову, памятник, расположенный в городском парке, увековечил память о событиях 9 января 1996 года, когда город Кизляр подвергся набегу вооруженной банды террористов. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар остановился на отметке 55,82 руб., евро 69,60 руб. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации можете найти на нашем сайте ннттв.ру. Оставайтесь на нашем канале.